Всем привет! Обзор смартфона Honor 9X в сапфирово-синем цвете, версия 4128, 4 ГБ оперативки, 128 ГБ встроенной памяти. Со стоимостью и наличие можете ознакомиться в описании к этому видео. А теперь перейдем к его распаковке. Модель устройства STK-LX1. Смотрим комплектацию. Сам смартфон в транспортировочном чекле. Дальше конверт, в котором скрепка. Для сим-карточки инструкции, гарантийный талон и силиконовая задняя накладка. Таким вот образом выглядит прозрачный. Чуть позже покажу, как она будет смотреться на устройстве. Идем дальше. И дальше обнаружим адаптер питания с выходом сверху. Адаптер питания на 2 А. И кабель USB Type-C для подключения к компьютеру и зарядке. Вот все. Есть вроде еще отсек как для наушников. Возможно в некоторых комплектациях они будут идти. Но в некоторых других странах. Так, закрываем. И теперь переходим к самому устройству. Сделан из пластика. Вот такой вот цвет. Сапфирово-синий. Сзади тройная камера LED-спышка. Сканер отпечатка пальцев. На передней части дисплей диагональю 6,6 дюйма. Разговорный динамик. И также можно отнести к комплектации то, что сразу идет поклейка защитной пленки. Ее, наверное, не будет заметно. Но она есть на дисплее. То есть под транспортировочной пленкой, которая будет на дисплее устройства. Я ее просто уже снял. Будет еще защитная пленка. То есть сразу не нужно будет думать о каких-то пленках или защитных стеклах. Ну, на первое время будет это. Так. На правой грани устройства кнопка включения и кнопки игровки громкости. Слева нет ничего. На верхней части слот для сим-карточек. Дополнительный микрофон. И камера. Это фронтальная камера. При включении фронтальной камеры она выезжает из корпуса устройства и работает. На нижней части порт USB Type-C динамик, микрофон и джек для наушников 3,5 мм. Окей. Габариты смартфона высоту 163 мм, ширина 77 мм, толщина 8,8 мм, вес 196 граммов. В смартфоне установлена батарейка в 4000 мАч, которая обеспечит до полтора дня работы в нормальном использовании. То есть в обычном использовании до обеда следующего дня устройство проработает. Если его нагружать игрушками, ютубом, видео, если больше обычного смотреть, то на день его хватит. Но в таком нормальном использовании приличном. Нет возможности беспроводной зарядки устройства, быстрой зарядки тоже нет. Так что по сути нет смысла покупать что-то лучше, чем стандартный блок зарядки. Ну и несъемная батарейка. Корпус неразборный, цельный. Так. Давайте откроем слот. Открываем слот. Вот. Это комбинированный слот на две наносим карточки или одну наносим и микро-SD карточку. То есть придется выбрать, как мы будем использовать устройство на две наносимки или одну и расширить 128 гигабайт встроенной памяти. Но памяти тут достаточно. Вот 128 гигабайт это отлично. Хватит большинству пользователей, поэтому можно спокойно использовать его на две сим-карты. Включаем устройство. И ожидаем включения. Заодно оценим скорость включения. Как быстро он грузится. Прошивка тут своя. Android 9. Своим лаунчером. Давайте перейдем на стройки. О системе. О телефоне. Сразу пришло обновление. Уже поставил обновление. STK LX1. Версия Yumi лаунчера 9.1.0. Версия Android 9.0. Дальше технические характеристики. Ну вот видите, даже я поставил тяжелые игрушки для тестов. И синтетические тесты. Вот 3. PUBG, GTS, Android, Call of Duty. И все равно больше 100 гигабайт памяти остается. Даже больше 110. То есть по памяти тут все отлично. 128 гигабайт. За базовую версию. Так. Хочу увеличить яркость. Где тут экран? Вот есть. Отключаем автояркость. И добавим яркости. Дисплей здесь LTPS. Разрешение 2340 на 1080 точек. Хорошее разрешение. Это Full HD+. 6,6 дюймов. Материал дисплея. Стекло. Открываем сатистический тест Geekbench 5. По техническим характеристикам. 400 DOS 84 гигабайт оперативки. Процессор HiSilicon Kirin 710F. Это восьмиядерный процессор 4.4. Который будет на такт выстрелить 1.7 и 2.2 гигагерца. Видео ускоритель. Мали-J51. Разрешение примерно 10. ППА 391. Примерно. И тут не всегда точно показывают. Я точно не знаю сколько тут. Будем пока опираться на это. Запускаем тест процессора. Kirin 710F. Увидите уже сам результат. Результат теста процессора. 324 в одноядерном тесте. 1371 в мультиядерном тесте. В сравнении с другими устройствами. Мы набираем 324. Galaxy S8 набирает 358 баллов. В мультиядерном тесте 1370. Note 8 1430. Есть такие вот результаты. Запускаем тест Мали-J51. Также вы видите сам результат. Так. Результат теста видео ускорителя 949. В сравнении с другими устройствами. Ну тут только флагманы. Вот. Набирают они больше нашего устройства. Note 10+. Более чем в 4 раза превосходит. По этому тест-токе. Теперь переходим к следующему тесту. Отуту Benchmark. Так. И посмотрим еще в этом тесте. Запускаем. Увидите уже результат. Так. Результат теста у Benchmark 168.000. Смотрим в рейтинге. И смотрим сколько кассаний поддерживает тачу устройства. 10 кассаний поддерживает. Отлично. Так. По рейтингу. Ожидаем подгружение рейтинга. Подтягивает. Так. Мы там сколько набираем. 168. 168. Упс. Так. В рейтинге. Мы примерно. Вот. На 67 месте. Между Redmi Note 8 и Honor 8X. Вот. Вот так вот. Такая небольшая разница между ними. 8X и 9X. Всего лишь 3000 пунктов. Странно. Думаю побольше будет разница между ними. Вот. Окей. Закрываем. Переходим к следующему тесту. Давайте посмотрим как работает тяжелая игрушка Call of Duty на устройстве. Увидите уже игровой процесс. Загрузку этой игрушки я пропущу. Так. Загрузился Call of Duty Mobile. Работает очень плавно. Без проблем. Ну в общем видим в этой игре порядок. По плавности отлично. Ну по графике такой низкий уровень. Не минимальный, но низкий. Закрываем. Эту игрушку. Нормально работает в целом. Вот. В отдельном видео. Поговорим об этом более подробно. Пап Mobile, GTA San Andreas. Еще какую-то игрушку запущу в отдельном видео. В скором времени появится это видео на канале. Окей. Теперь переходим к камере. Основная камера здесь тройная. 48 плюс 8 плюс 2 мегапикселя. Так. Вот режимы камеры. И фронтальная камера выглядит таким вот образом. Выезжает она из корпуса и работает. Вот. Фронтальная камера здесь 16 мегапикселей. Окей. Теперь я покажу вам примеры снимков на основную камеру этого устройства. Сможете сейчас оценить их качество и выводить на экран. Сможете сейчас оценить их качество и выводить. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Maximum Mobile. Комментируйте, ставьте лайки. И ждите новых видео. Пока.